Достали мёртвые зависания и вылеты в играх? Я помогу вам их убрать! Достали мёртвые зависания и вылеты в играх? С вами я, Кирилл, и это уже мой 18-й видеоурок о том, как убрать мёртвые зависания-застывания и вылеты в играх. Ну что же, с этой проблемой я столкнулся недавно и ебался с ней аж 3 недели, извиняюсь за мат. То есть, вместо того, чтобы ебаться с девушкой, которая у меня на рабочем столе, я ебался с этой проблемой. Что ещё можно сказать? Проблема, на самом деле, не такая уж и сложная. И решить её тоже не сложно, но в своё время я очень сильно отчаялся и думал, что не найду решения и никаких способов решения никогда. Я посетил кучу сайтов, кучу форумов по решению данных ошибок и данной проблемы, пересмотрел кучу видео вообще везде, где только можно, но в итоге ничего полезного не нашёл. Но всё-таки я эту проблему решил. И сегодня я покажу вам, как её решить. Значит, вы играете в какую-то определённую игру. Отмечу, что данная проблема может быть не во всех играх, только в некоторых. Вы играете в игру и у вас через некоторое время, это может быть 5, 10 минут, час, происходит тупо застывание экрана. И игра уже превращается в скриншот. Вот. Либо у вас тупо вылетает она на рабочий стол. Без каких-либо ошибок. Если вы во время зависания откройте диспетчер задач, и у вас экран тупо станет серым и будет написано «Программа не отвечает». Но это ровным счётом ни о чём не говорит. Вы нажимаете «Закрывать программу» и всё. Вас выкидывает тупо на рабочий стол. Вы думаете, в чём же проблема? В чём искать решение? Ведь ошибки-то нет как таковой, не написано, что нужно сделать. Итак, переходим непосредственно к решению данной проблемы. Я подготовил для вас аж 9 способов решения вылетов и мёртвых зависаний. Это все способы, которые в своё время я использовал, чтобы решить вылеты. Итак, для начала мы должны вообще понять, в чём у нас проблема. И с чем, от чего отталкиваться. Заходим в «Поиск» и вводим «Управление». У нас появляется управление компьютером. Мы запускаем. И мы должны с вами попасть в «Просмотр событий». Заходим. Далее ждём окончания чтения данных. Вот. И разворачиваем на весь экран. Ищем вкладочку «Предупреждение» и название ошибки «4101». «4101». Вот она. Вот она. «4101 дисплей». Мы её открываем. Если же у вас этой ошибки нету, то всё равно проделайте способы, которые я здесь вам предлагаю в данном видео. Ну что же, как мы видим, да. Опять же, я повторюсь, я ебался очень долго. То есть, посмотрите, сколько раз я пытался исправить данную ошибку, сколько у меня предупреждений, сколько у меня вылетов, сколько у меня мёртвых записаний. Вы просто посмотрите. Начиная с 9 июля, вот, и заканчивая, вот, 21. Но 28, это я недавно кое-что проверял. Вот. Что же мы тут видим? Событие «4101 дисплей». Видеодрайвер. «NVL-D». «D-MKM» перестал отвечать и был успешно восстановлен. Только нихера он не был успешно восстановлен, потому что игра-то не отвисла, правильно? Она не отвисла. Так что какого ж фига тут написано, что он был успешно восстановлен? Ну, не суть. Значит, что мы видим? Видеодрайвер. То есть, уже в самой ошибке таится ответ о том, как исправить её. Видеодрайвер. То есть, проблема с видеодрайвером. Что же мы должны сделать, чтобы исправить это? Ну что же, теперь перейдём непосредственно к способам. Первый способ. Это, как ни странно, обновление драйвера в видеокарте до последней версии. «Как обновить видеодрайвер» я уже показывал в предыдущем, 17-м видеоуроке, ссылку на который я оставлю внизу в описании под этим видео. Просто заходите, и там всё подробно расписано, показано и рассказано. Вот. Что же делать, если после обновления драйверов ошибка осталась? То есть, всё осталось, как прежний. Второй способ. Это откат драйвера видеокарты до предыдущей версии. Но, ребята, хочу вам сказать сразу. Просто откат до предыдущей версии через диспетчер устройств, скорее всего, вам не поможет. И ошибка у вас останется. Всё дело в том, что в последнее время NVIDIA стала выпускать драйверы, в основном, для мощных видеокарт. Да, в поддержке своей видеокарты вы можете увидеть данный драйвер и себе его установить. Но работать в играх он у вас может очень криво и хреново. И некоторые игры могут у вас из-за этого зависать. Потому что новые драйверы, начиная с 400-й версии драйверов NVIDIA, уже пошли в основном именно для мощных видеокарт серии GTX. Если у вас не такая видеокарта, то вам нужно установить именно версию до 400-й. То есть, к примеру, как у меня 391-я версия. Вы должны откатить свой драйвер до 391-й версии. Я ссылку оставить на эту версию не могу, потому что она конкретно заточена под мою видеокарту и под мою систему. Но я покажу вам, как её найти, эту 391-ю версию. Сейчас я вам это покажу. Ребята, для начала мы запускаем браузер. Драйвер, через который мы всё будем искать. И вводим. Так. NVIDIA драйвер драйвер 391.35 И пишем найти. И вот. Заходим. Обновление драйвера до версии 391.35. Собственно, почему именно эта версия? Потому что, во-первых, эта версия до 400-й. До 400-й. И именно на этой версии драйвера у меня игра не вылетает и не зависает. И, скорее всего, это может помочь и вам. Вот. Тут мы ищем свою систему. Это может быть 7, 8, 8.1. И либо Windows 10, 32-битный, либо 64-битный. Вы просто тут нажимаете на вкладочку «Скачать». Выбирайте свою версию, ну и выбирайте «Скачать». Ссылку на этот сайт я оставлю в описании под этим видео. Обязательно, обязательно попробуйте установить этот драйвер. Это должно вам помочь. Если у вас, конечно, конкретно проблема именно в откате драйверов, как у меня. Вот. Да. Огромное просто примечание. Просто огромное примечание. Прежде чем устанавливать этот драйвер, вы должны сначала начисто очистить старые драйверы. То есть очистить свой компьютер от старых драйверов через программу DDU. Вот через эту программу. DisplayDriver Unisteller. Вы ее запускаете. Так. Нет. Нет. Ждем, пока запустится. Так. Ладно. Ладно. Пустим. Сколько окошек. Вот. Собственно, мы запустили программу. Нажимаете «Удалить» и «Перезагрузить». У вас эта программа удалит все старые драйверы. Все старые. Начисто. И у вас, скорее всего, разрешение экрана после перезагрузки компьютера станет 800 на 600. Вот. И после этого только вы уже непосредственно скачиваете, то есть устанавливаете вот этот вот драйвер 391.35. Только после того, как вы начисто удалили старый драйвер. Вот. Вот вы поставили драйвер. Но ошибка так и не ушла. То есть, как все было, так и осталось. Вылеты и мертвые зависания. Что же делать дальше? Мы переходим с вами дальше. Нам понадобится с вами программка MSI AfterBurner. Как обычно, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Мы ее запускаем. Так, она у меня убралась. Вот. Мы ее запускаем. И она у нас сейчас тут должна появиться. Так, вот она. Данная программа нам показывает напряжение видеокарты, температуру, частоту ядра, частоту памяти и скорость вращения кулера. Вот. Значит, что говорю? Что вам сразу здесь не нужно? Это вот это вот. Core Voltage, Power Limit, Температурный лимит. Вам это все не нужно. И FunSpeed вам тоже не нужен. Вот. Поскольку, когда вы игру запускаете, у вас кулер автоматически то есть набирает обороты, когда ему это необходимо. Иногда случается так, что вы купили видеокарту, а на заводе ей придали разгон. Этот разгон тоже может повлиять на то, что у вас игра застывает и вылетает без ошибок. Вот. Но чтобы точно убедиться, был ли у вас разгон или не был, вы должны узнать номинальную, то есть дефолтную частоту своей, ну, дефолтную частоту ядра своей видеокарты и дефолтную частоту памяти своей видеокарты. Просто вводите в интернете свою видеокарту, название своей видеокарты и характеристики. И там у вас будет написано вот это вот Core Clock и Memory Clock. Блин, показать вам что ли, или вы поймете сами. Да хрен с ним, давайте покажу. Только потом не говорите, что видео затянулось и все прочее. Показываю специально для особо одаренных, которые даже это понять не могут. Вот. Итак, вводим свою видеокарту. Я ввожу свою. Вы вводите тут свою видеокарту и смотрите ее характеристики. Так. Ну, давайте переходим, значит, мы на вот этот сайт. Так. Ага. Вот, собственно. Ну, не важно, какой у вас производитель, будь то Полит, MSI, Гигабайт, не важно. Вот. Смотрим. Тактовая частота и МГц, базовая частота ядра. Вот. У меня это 1227 на 468. Вы здесь смотрите свою частоту. Если вы видите, что частота ядра у вас выше, чем тактовая частота, представленная в документе вашей видеокарты, либо на том сайте, на котором вы посмотрели, значит, на заводе вам ее разогнали и из-за этого у вас происходят вылеты. Но это тоже не факт. Но, тем не менее, проделайте некоторые действия, которые я сейчас вам покажу. Нам понадобится вкладочка Core Clock. Тут все очень просто. Вы должны понижать ее до тех пор, пока у вас вылеты не прекратятся. У меня это максимум минус 400. Если у вас вылеты даже после минус 400 не прекращаются, вы должны понемножку еще уменьшать частоту памяти. Но не до конца. Если вы понижите ее до конца, то у вас тупо игра будет работать, как, не знаю, как на калькуляторе, на Pentium первом каком-нибудь, на котором 200 МБ оперативной памяти, в общем, ну, не надо до конца понижать ее. До предельных частот, то есть, ну, по чуть-чуть. Если это вам все равно не помогает, я возвращаю обратно. Если вам это все равно не помогает, значит, у вас проблема не в том, что вашу видеокарту разогнали, и, значит, вообще это не ваше, и, вот, то есть, вообще, это не, у вас не эта проблема, и вам нужно другое решение. Что же. Так, сейчас я посмотрю, что тут у меня. Так, частоту гидра мы понизили. Все. Значит, с MSI AfterBurner мы с вами разобрались. Если вам это не помогает, и у вас вылеты остались, и зависания мертвые, значит, у вас проблема не в этом. Мы, значит, с вами сворачиваем MSI AfterBurner. Что же делать дальше, если все это не помогает? Что я перечислил. У нас уже идет, это получается, уже четвертый способ. Возможно, у вас игра вылетает, либо зависает, застывает, из-за того, что у вас установлены не все компоненты DirectX и Microsoft Visual C++. У меня был 13-й видеоурок, там я исправлял ошибку, там 0xc, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. И там я использовал для установки всех пакетов Microsoft Visual C++ и DirectX программу IORANTIMES. Я ссылку на нее оставлю в описании. Там все очень просто. Никаких вирусов там сразу, говорю, нету. Все смело юзайте, все будет нормально. Она установит вам все нужные DirectX, все нужные Microsoft Visual C++, Windows и нужные версии, по-моему, если я не ошибаюсь, с 2005 по 2015 год. Такие вот дела. Вот. Потом перезагружайте компьютер. Если зависания у вас остались, значит, попробуйте переустановить игру. Вот. Ну, не помогает, значит, у вас проблема не в пакете Microsoft Visual C++, не версии DirectX. Значит, с этим у вас все в порядке. Вот. Иначе у вас бы даже она и не запустилась. У вас сразу бы ошибка появилась там, что не хватает какого-то DLL файла и все прочее. А у вас без ошибки. Значит, у вас проблема не в этом. Что же делать дальше? Значит, сразу говорю, если у вас игра в Steam, то вы должны проверить целостность файлов игры. Возможно, при первой установке какие-то файлы могли повредиться, либо антивирус мог их принять за вредоносные. Да, не удивляйтесь, даже в Steam он бывает иногда ругается, даже на Steam файлы. Он ругается. И их, бывает, удаляет. Из-за этого игра может работать некорректно, может, короче, там, ну, вылетать и все прочее. Что мы делаем, значит? Так, мы заходим, смотрим, ну, выбираем свою игру. В моем случае это ZEU-Bizine. Вот. Свойства. Заходим в локальные файлы и выбираем вкладку проверить целостность файлов игры. У вас будет проверка здесь. Вы должны дождаться. Если у вас найдены поврежденные файлы, Steam автоматически вам их установит на игру. Если все это вы проделали и все равно игра вылетает, значит, у вас тоже проблема не в этом. Да, и сразу говорю, если у вас пиратская игра, то вы просто должны найти от другого, ну, рпак, другой рпак с другой таблеткой и попробовать установить. Может, это решит вашу проблему. Это если у вас пиратка. Либо скачать SteamRIP-версию. В общем, такие дела. Далее. Так, это был уже пятый, получается, способ. Да, дальше у нас шестой. Я уже сбился с этих способов. Вот. Дальше у нас идет шестой способ. Значит, если все это вам не помогает и вылеты все остались и зависание, то попробуйте на своем компьютере увеличить файл подкачки. Возможно, в какой-то определенный момент оперативная память, ну, как бы не хватает ее и из-за этого происходит вылет. Хотя, вроде как обычно, этот вылет должен сопровождаться ошибкой, что недостаточно памяти, там, и все прочее. Но, может быть, и без ошибки. Что же нужно для того, чтобы увеличить файл подкачки и сколько же нужно его ставить? Так, многих свое мнение, но я лично делаю так, как я считаю. Вот. Заходим в... Сейчас скажу, куда. Вы, наверное, не поймете. Свойства системы. Так, ладно, давайте откроем. Я вам покажу все наглядно. Значит, компьютер, свойства, системы, дальше дополнительные параметры системы, далее параметры, дополнительно и изменить файл подкачки. У вас тут стоит автоматически выбирать объем подкачки под систему, то есть, по выбору системы. Вы должны поставить на два диска, желательно на два диска. Можете на один, но лучше на два, чтобы уж наверняка на два диска. На диск С и на диск Д. Значит, ставить объем нужно по тому количеству оперативной памяти, которая у вас имеется на компьютере. У меня это 6 гигабайт. То есть, я должен ставить здесь 6 гигабайт. Вот. Сколько тут у меня? У меня стоит тут вообще там, по-моему, полтора, полтора гигабайта файл подкачки автоматически. Вы должны поставить, попробовать файл подкачки по своей оперативной памяти. То есть, по количеству своей оперативной памяти. У меня это 6 гигабайт. Значит, я ставлю 6144 мегабайта. Так правильно у меня? Да. И максимальный размер тоже 6144. Тут нажимаю задать и все. И у вас на диске C задан файл подкачки. И то же самое мы делаем на диске D. То же самое. Пишем указать размер. Тоже ставим 6144. И тут тоже 6144. Но если у вас 4 гигабайта оперативной памяти, либо же 2, либо 8, то вы ставите свое. То есть, допустим, если у вас 2 гигабайта оперативной памяти, так, 2 гигабайта, это... Вы ставите 2048 мегабайт. Если у вас 4, то вы ставите 496. Так. Ой. Если у вас 8, то вы ставите 8192 мегабайта. Вот так вот. Потом нажимаете задать на двух дисках, на диске C и на диске D. Вот. Ну, или на двух разделах, если вы один там диск разделили. Вот. Нажимаете потом окей, но я ставлю автоматический выбор файла подкачки, потому что у меня проблема не в нем. Поэтому пусть лучше система мне выберет тот файл подкачки, который мне необходим. Так. Вы изменили файл подкачки. Играйте в игру, но ошибка так и осталась и опять же продолжает все вылетать, зависать. Ну, в общем, вы знаете, мертвое зависание, застывание. То есть не исправилось. Ну, что же, ребята, я уже потихоньку начинаю вам сочувствовать, если на этом этапе вы так и не смогли решить проблему. Что же дальше, собственно, могу я вам предложить дальше способы какие? Это уже у нас получается какой? Уже шестой или седьмой способ? Я уже со счета сбился. Значит, это уже способ аппаратный. Ой, да, аппаратный. Это были все способы софтовые. Это будет уже аппаратный способ. Вы должны заменить термопасту на видеокарте и на процессоре. Возможно, у вас просто происходит перегрев, температурный перегрев вашей видеокарты. Из-за этого она просто, ну, уходит в себя, чтобы не сгореть полностью, и игра тупо, ну, зависает. То есть, чтобы уже видеокарту не сжечь. Либо то же самое может происходить с процессором. Но с процессором в этом плане полегче. Я вам показывать лично я не буду, как это делать, вот, потому что у меня и так винт SSD отваливается, оно у меня там держится плохо, я лишний раз не хочу системник свой открывать. Вот, но я это уже все сделал. Я и на видеокарте заменил термопасту, и на процессор поменял, но лично мне этот способ не помог. Вот. Но как же проверить, действительно ли из-за перегрева? Вы должны посмотреть, какая у вас максимальная температура вашего процессора и вашей видеокарты. Если у вас игра доходит до этой температуры и выше даже, и при этом начинается зависание, значит у вас дело в перегреве, вы должны заменить термопасту на процессоре либо видеокарте. А лучше и там, и там, кто больше наверняка. Если вам это не помогает, и перегрев все равно идет, значит у вас просто видеокарта сгорела уже. Ну, то есть ее срок, срок ее использования, то есть ее эксплуатации истек. И с процессором может быть в принципе то же самое. И тут я уже ничего вам другого посоветовать не могу, как только заменить видеокарту. Да, это дорого, нужно копить, нужно работать, но ребята, что делать? Я сейчас сам вот себе коплю на новую видеокарту. Это жизнь. Ничего легкого в этой жизни у нас нет. Извините, что так философски сейчас рассуждаю, но что есть, то есть. Я вам говорю, что действительно я сам перепробовал. я специально для вас оставлю ссылку на видео других пользователей, которые меняют термопасту на видеокарте и на процессоре, чтобы вы, если не знаете, как это делать, вы сделали это. Вот. Если все предыдущие способы вам не помогают. Вот. И возможно вам это поможет, но не факт. Так, значит, вот вы поменяли термопасту и на процессе, и на видеокарте, но это вам не помогло и у вас остались зависания и вылеты. Что же делать дальше? Как ни странно, 95% всех проблем в компьютере решается тупой переустановкой Windows начисто. То есть вы должны начисто переустановить Windows, стереть все с диска и сделать бэкап ваших важных файлов. Вот. И переустановить Windows. Я уже показывал там, по-моему, в четвертом видеоуроке, как перейти на Windows 7. Вот. В принципе, то же самое и с полной переустановкой. Просто вы нажимаете не обновить, а установить полностью всю версию. То есть, ну, полностью Windows, то есть начисто. Вот. Собственно, что же делать дальше? Это уже остались у нас такие способы, которые, ну, все уже. То есть, ну, уже выбора просто другого нету, как только эти способы сделать. Значит, это у нас следующий, восьмой способ, или уже девятый, я уже не знаю, как он там, я уже сбил со счета. Это замена видеокарты на более мощную. То есть, если у вас офисная видеокарта, то лучше накопите. Да, это сложно. Вы сейчас будете говорить, легко сказать, сидишь такой, нам рассказываешь. Я тоже уже коплю, я сам коплю новую видеокарту, и это жизнь, я вам уже повторяюсь, вот, на более мощную, вот, тогда проблемы должны у вас прекратиться. И игра должна заработать нормально. Вот. Еще одно такое хочу сделать, ребята, вам примечание. Если у вас происходит зависание, вот, либо вылет, и при этом комп вырубается, это, скорее всего, может быть проблема в блоке питания. Он может, он мог просто не выдержать и сгореть. Во-первых, потому что он мог запылиться, во-вторых, потому что его срок эксплуатации мог истечь, и он просто мог, ну, состариться и все, и износиться, ну и все, его работа окончена. Вот. Вы должны для начала его почистить от пыли. Вот. Если у вас повторяется именно, то есть, ну, комп завис и вообще никаких реагирований нет, то есть, не вызывается диспетчер задач, ничего, значит, блок питания. Однозначно блок питания, он не выдержал какую-то мощность, вот, не выдерживает, и вырубает компьютер, дабы защитить себя. Такое, некое такое предохранение себя. Вот. Вы должны просто заменить его. если вы его почистили, но игра вырубается, и с ней же еще и комп сам вырубается, то есть, просто, значит, вашему блоку питания просто не хватает мощности на какую-то игру. Она очень мощная, и ему не хватает мощности. Вот. И в какой-то момент происходит перенапряжение, и все, блок питания вырубается, и игра, и комп вместе с ним. В общем, такие дела, ребята. Я вам рассказал, вы можете сейчас сказать, ой, много болтовни, там все такое. Болтовни много, но надо решать проблему. Не сидеть, сложа руки, блядь, а решать проблему. Вот. Так что, надеюсь, вы проделали все способы, которые я привел в данном видео. Вы тщательно все перепроверили. Вот. И по идее, вы должны решить, уже наконец-то решить данную проблему. если же вы все это перепробовали, но проблема так и осталась, хотя, в принципе, этого быть не может, потому что, ну, если вы уже замените видеокарту и просто, ну, не может такого быть, что уже после даже этого проблема останется, я даже в этом как-то сомневаюсь. Короче, все вам должно, какие-то из этих способов, мною приведенных в этом видео, должны точно вам помочь. все же пишите комментарии, если какие-то у вас ко мне вопросы есть, я чем смогу вам, тем помогу и отвечу, что вам непонятно. Потому что, ну, в принципе, ну, все решения, которые я в свое время перепробовал, чтобы решить свою, ну, свою проблему, я вам здесь их привел. Вот. Поэтому врать вам я не стану. Все ссылки, значит, ссылку на MSI Afterburner вы найдете в описании, ссылку на DDU Display Driver Unisteader вы тоже найдете в описании, ссылку на IORuntimes вы тоже найдете в описании, ссылку на видео по замене термопасты, процессора и видеокарты тоже найдете в описании. То есть, это реальная, ну, то есть, проблема серьезная, она требует довольно к ней серьезного отношения, вот, и вы должны просто отнестись со всей серьезностью. Все, все ссылки будут в описании. Сразу я отклоняю такие вот решения школьников, просто понизьте разрешение, понизьте там настройки графики, там, в панели управления, там, поставьте максимальную производительность в режиме электропитания, это все ерунда, ребята, это все ерунда, это ровным счетом вам ничего не даст, это я вам сразу говорю. Может кому-то, может какому-то там 5% из 90, ну, из 100, 5% из 100 это и помогает, но это вряд ли, вряд ли вам это поможет. Вот, сразу это все отклоняю, такие решения детские, которые, ну, как бы, вы должны уже были до этого, еще до просмотра этого видео и это все сделать. Все, ребята, видео затянулось, да, я знаю, что оно затянулось, но нужно было все по полочкам, все по, ну, просто по самой большой полочке, до самой маленькой все разложить вам и показать. Поэтому извиняйте, что видео такое большое, да, пришлось поговорить с вами, пообщаться, но без этого никак. Я надеюсь, что вы решите вылеты и мертвые зависания в играх, я на это очень надеюсь, потому что я понимаю, каково это, когда ты уже все перепробовал, ничего не помогает, я понимаю, я сам это пережил, он даже щетином покрылся, он уже все, уже не могу, вот, но все же я решил эту свою проблему и надеюсь, что вы тоже ее решите. Ну что же, это был такой объемный 18-й видео урок о том, как убрать мертвые зависания и вылеты в играх без ошибки, вот. Подписывайтесь на мой канал, ребята, скоро у меня пополнение, уже скоро тысяча подписчиков в моем канале, я сделаю отдельное видео по этому поводу, скоро я, кстати, еще один сделаю видео урок, так что ждите, не отчаивайтесь, также пишите, пишите, что вам непонятно, я на все вопросы отвечу, это дело принципа уже, потому что я сам ебался очень долго с этой проблемой и хочу вам помочь, каждому из вас, кто с такой же проблемой столкнулся. Ставьте лайки, кому помог, ставьте дизлайки, кому не помог, ну, в общем, все как обычно, колокольчик, подписка, ну, и все прочее. Все, ребята, с вами был я, Кирилл, всем удачи, всем пока. Че я сказал? Всем пока, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok